Тим Морозов Такого ощущения страха не было никогда. Ох! Ох! Ничего, совсем... Привет, друзья! Меня зовут Тим Морозов. Сегодня, по предложению своего подписчика, я проведу ночь в этом доме, чтобы найти тут паранормальную активность, а заодно подтвердить, либо опровергнуть его слова. Вкратце говоря, когда он тут жил, он был еще маленьким и видел вещи, которые не может объяснить даже сейчас. Наверное, никогда не сможет их объяснить. Иногда ночью просыпался в своей комнате совершенно один и видел женщину. Женщину в белом. Она стояла возле его кровати. Было видно, что она не настоящая, не живая. Она стояла и смотрела на него пустыми глазницами. Конечно, сначала он просто рассказал родителям. Но родители ему не поверили. Говорили, что это могло ему присниться или просто показаться. Потом он просто уже прятался под одеялом и молился. Он даже самостоятельно нарисовал икону, которая до сих пор висит в его комнате. Даже днем, когда он оставался один и, например, слушал радио. Радио часто давало помехи. И ему казалось, что сквозь помехи кто-то называет его имя. Я не буду все перечислять то, что он мне рассказал. Но если его рассказ правда, то, как я думаю, что-то злое охотилось за его детской душой. Но вскоре его семья вместе с ним переехали в город. И он больше никогда не видел эту женщину. Как и многие, он попросил меня узнать, могло ли быть это все на самом деле. Или, как говорили его родители, это всего лишь ему показалось. Итак, друзья, я разместился на веранде. На веранде этого дома. Там получается сам дом. Три комнаты. Раз, два, три. И кухня. Я разместил три камеры по дому. Первая камера в одной комнате. Вторая камера во второй комнате. Третья камера в спальне подписчика. Именно где он спал. Также у меня установлены здесь приборы EMI и измеритель ветра. Измеритель скорости ветра. Планшеты мне помогают следить полностью за всем домом. Правда, на кухне у меня камеры не хватило. Также, как он рассказывал, что были помехи на радиоволнах, на радио, и что оттуда он слышал голоса. Сегодня я решил попробовать рацию. Рацию у меня установлена вот в этой комнате. Вот она здесь. Сейчас покажу ее. Здесь тоже установлен прибор, измеряющий скорость, силу скорости ветра и радиостанция. Сейчас я хочу просто следить за домом, понаблюдать, посмотреть, будет ли что-нибудь. Будет ли перебор на радиоволнах и может быть я кого-то увижу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 О, черт, смотрите! Что-то приближается я буду. Черт, смотрите! Что-то ближе идет. Вот это показания сейчас. Охренеть! Отходит? Твою мать! Огромные показания! Друзья, у меня начался маленький мандраж. Дело в том, что это не просто показания, а показания электромагнитного измерителя. Уже можно только по нему судить, что в доме что-то есть. Он показал примерно. Очень зашкаливали показания. Значит, кто-то вошел в эту комнату, постоял и отошел. Кто-то из иного мира. Я сейчас никаких действий предпринимать не буду. Буду смотреть дальше, что будет происходить. Если, конечно, будет. Что за ерунда? Не знаю, я первый раз пользуюсь этой рацией. Я не думаю, что так должно быть. Вот она стоит. Я не понимаю. Может быть, кто-то пытается выйти на контакт? Я не понимаю. Может быть, кто-то пытается выйти на контакт? Как-то мне в этом доме даже не по себе. Я не знаю что-то� Вы здесь? Вы мне можете что-то сказать, как говорили Вадиму, по магнитофону? Я не понимаю, что вы говорите, я слышал слово, но не понимаю. Вы можете повторить? Я не пойму откуда идет, с той рации звук, или откуда-то из другого места. Я смотрю на камеру, на камерах нет никого, нигде. Еще заметил, что в этом доме очень сильно огненет. Вот, невообразимо от чего-то страшно, чувство страха именно. Здесь происходит что-то, но такого ощущения страха не было никогда. Какое-то переживание. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 А сейчас точно не я его задел, сто процентов. Если был бы какой-то скос, он бы сразу покатился. Слышите, братцы? Не расходите вверх! Я не понимаю, что вы говорите. Вы можете повторить? Я не понимаю, что там говорится. Друзья, так как я не понимаю, что говорится по этим рациями, не точно что-то говорится. Сейчас попробую сеанс с доской Уиджи. 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 Слово «Да». Это сейчас очень… Что это за хрень? Фонарик сдох, фонарик сдох Фонарик сдох Давай же Твою мать Мне кажется, что-то произошло после того, как я вызвал его по доске Уиджи Здесь что-то было, но такое чувство, что пришло что-то еще Сразу шкаф, стул, отказал фонарик Нужно поменять батарейки Черт Смотрите Указатель на слове «Да» Я уже не заметил, когда он передвинулся Надо узнать, на какие именно слова он отреагировал и сдвинулся Сейчас пересмотрю на камеры Да, друзья, получается, когда я задал вопрос Если ты тут переведи на слово «Да» Вскоре после этого он перевел указатель на слово «Да» Если ты тут, я тебя прошу перевести указатель на слово «Да» Тьфу, мать Фонарик сдох Указатель на слово «Да» Что-то прыгало Я думаю, это тот мячик Который я задел Который я задел Когда был в той комнате Как-то исчез Смотрите Смотрите По-моему она у меня что-то Пытается этим сказать Но честно В подвал совсем лезть не хочется Оттуда веет Сильным холодом И воняет Будто гнилью какой-то Очень сильно воняет Где мячик Он только что тут был Только что он лежал на моих глазах Тут Ну вот Кап 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 Черт возьми! Кто тут? Срочно, зык, зык! Закрывать обряд этот, закончить нужно. Я отпускаю тебя. Я отпускаю тебя, прощай! 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 Отпускаю тебя, прощай!